Не находишь ли ты закономерным, что жизнь это как раз та штука, в которой все все прекрасно понимают и всегда готовы выручить тебя своим сверхценным советом? Поэтому мир был, есть и будет полон этих заблуждений, суеверий, предрассудков, иногда смешных и наивных, а иногда страшных и смертельно опасных. Хотя может ли быть что-то смертельно опасным для тебя? Ведь как ты мог уже догадаться и как ты, наверное, не раз чувствовал, смерти не будет. Если вдуматься, то человек и вправду бессмертен. В том смысле, что его сознанию не суждено встретиться со смертью когда-либо. Когда смерть переступит порог его тела, дома уже никого не будет. Правда, такая трактовка бессмертия не подразумевает вечной или на худой конец долгой жизни. Пусть на поверхностном, рациональном уровне человек в состоянии, наблюдая за печальным опытом остальных, сделать неутешительные выводы и применить их к себе и понять, что в конце концов его ждет то же самое. Но вот на глубинном, чувственном уровне очень сложно принять мысль, что вот я, мое я может когда-нибудь кончиться. Что-то должно произойти. Ну, я не знаю, изобретение эликсира вечной жизни или лекарство от смерти, или станет возможна цифровка сознания, и я продолжусь на жестком диске суперкомпьютера. Фантастика, говорите? Но прямо сейчас уже доступна креоника. Вот сколочу состояние и впишусь в эту авантюру. Чем, черт не шутит, лишним не будет. Под страховочкой. А если не хватит денег, то и не страшно. Может смерть это и не конец вовсе, и нас ожидает загробная жизнь, или реинкарнация, или большое сжатие, и вселенная будет отмотана в самое начало, чтобы повториться в той же последовательности событий, одной из которых я еще раз, а потом и еще раз, и так до бесконечности. Или это все компьютерные симуляции, и как может умереть тот, кто и не был живым никогда? Меня просто перезапустят с последнего сохранения. Видите, масса лазеечек. Нет, как бы то ни было, весь я не умру. Собственная смерть кажется необязательной, непредрешенной, будто заключенной в скобочке. Словно старшеклассники пообещали тебе навалять после школы, а ты особо не паришься, потому что у тебя последним уроком биологии, и ты с нее и так собирался валить. Откуда же берется это ощущение? Во-первых, потому что субъективный опыт. Человеку нечему противопоставить жизнь. Ему известно только одно состояние – жить. И он не может вообразить, каково это не жить, не существовать, и что из себя представляет ничто. Во-вторых, смерть ни при каком желании не согласуется с установками нашего эго. Эго заставляет нас верить, что мы лучше, чем есть, что наше будущее безоблачней, чем следовало бы надеяться. И в целом мир, в котором мы живем, понятней, организованней и справедливей. А самое главное, что он не сможет обойтись без меня, ведь я такой важный, без меня никак. Не, не, я, я, я такой охуенно важный. Я ведь такой охуенно важный. Да ведь я, пиздец. Зачем же нам понадобилось это самовлюбленное эго, которое без конца убаюкивает нас сказками о нашей красоте, везучести, уникальности, важности? Ответ на самом деле очень прост. Эволюция. Если люди поголовно испытывают эти когнитивные искажения, значит, на каком-то этапе они оказались ценной адаптацией и позволяли выживать своим случайным носителям чаще остальных. Еще бы, представь этого приунывшего австралопитека, которому открылась его собственная ничтожность и бессмысленность мира, в котором он живет. Такой вряд ли станет особо суетиться, убегая от льва. А зачем? Все равно далеко не убежишь. Но то, что чувство собственной важности мотивирует нас к выживанию и вообще к более успешному и выигрышному поведению, не означает, что оно обязательно делает тебя счастливее. Эго отправляет тебя в гонку, в которой все обречены проиграть. Оно заставляет тебя бесконечно доказывать, что ты лучше других, талантливее, образованнее, самодостаточней, ставит тебя в необходимость постоянно скармливать ему символы успеха, статуса, гнаться за социальным одобрением, грызться с теми, кто не согласен с твоим пониманием вещей и ни за что на свете не признавать ошибки. Есть грустная ирония в том, что иллюзия справедливого мира делает мир еще чуточку несправедливее. Иллюзия понимания решает тебя мотивацией пытаться понять его. А зачем? Ведь все и так понятно. А иллюзия бессмертия? Иллюзия бессмертия делает тебя безжизненней. Зачем торопиться и жить сейчас, если это всегда можно отложить на потом? Впереди же еще столько времени. Я обязательно осуществлю все, о чем мечтал с детства. Обязательно встречусь со всеми теми людьми, с кем просто не могу не встретиться. Обязательно скажу все, что должен сказать. Нет, меня не оборвут на полусловие. Я успею. И сейчас, я думаю, настало время для самого главного. Это то, ради чего и делалось видео, которое ты сейчас смотришь. Я хотел бы сделать тебе маленький подарок и рассказать о том, как выйти из этой бешеной гонки. Как не дать ей сожрать твою жизнь. Как снова испытать ту легкость и свободу, которую в последний раз ты чувствовал, наверное, только в далеком-далеком детстве. На самом деле, немногие даже догадываются о том, насколько это просто. Для этого нужно ли... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok